Добрый день, дорогие друзья! Ой, язык! Потому что с утра молчала, еще не разговаривала. Занесла с балкона. На балконе стояло... Вот это блюдо стояло у меня. И я занесла. Думаю, сейчас на тихом огонечке. Тут у меня троечка. Разогрею, потому что уже на количество дней стоит. Я даже не помню, сколько я голову ломать не буду. И покушаю на обед. И заодно тепловую обработку пройдет еще раз. Видите, сколько еще мне есть. Целая сковорода. А здесь у меня лежит помидорчик. Вчера на бутерброд вечером делала. Тот, кто смотрел мой вчерашний лом, тот видел. Я вчера а-ля ленивые голубцы делала. очень вкусные получились. Здесь достала замороженный хлебушек. Он у меня отмораживается. Ну, а здесь у меня есть две готовые работы, которые я вам сейчас покажу. Первая это вот такие носочки у меня получились. из остатков. Вот из таких остатков у меня получились вот такие вот носочки. Они будут носибельные. Это сто процентов. Конечно же, это я носочки связала для себя. Такие носочки на подарки не подойдут. еще раз повторяю, я не продаю. На сегодняшний момент не знаю, что будет завтра. Жизнь меняется и все может в жизни, как говорится, приключиться. Вот так вот выглядят носочки на манекене ноги. Конечно, манекен на 35-36 у меня размер 41-40-41. Вот. Полноценный. Абсолютно полноценные получились носочки, как видите, да? И конечно, у меня сейчас стоит дилемма с какой ниточки начинать, чтобы хотя бы примерно ну, как бы сочетались цвета для того, чтобы ну, была пара. Значит, я не стала заморачиваться, закрыла вот таким вот образом этот раз свои, свой мысик. Тут так интересно подобрались цвета. Я же их подбирала, ну, как, так, чтобы по цвету. Вот это вообще с другой пряжи, черная с белым, да? Ой, с другой расцветки, вот это еще с другой расцветки, это еще с другой, здесь тоже это от других носочков, я просто скомбинировала, потому что здесь заканчивала зеленым, здесь начинала с зеленым, и вот такой у меня получился носочек. Вот, с обратной стороны я вчера уже показывала в своем видео о том, что хвостики сразу заправляю, и их практически не видно. Ну, это вот я, допустим, знаю, что у меня тут заправлены вот так вот хвостики. После того, как они носочки постираются, конечно, здесь хвостиков очень много. Вот, 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 тут, если с этой стороны перевернуть, то же самое хвостиков много, но я их все позаправляла. и когда постираются, они, конечно, частично уляжутся, может, где-то кто-то, кто-то вылезет из хвостиков, но я их опять отправлю в свое место, и я думаю, что со временем они приживутся. В общем, это первый мой вязаный проект, вязальный проект, или как его, ну, в общем, первые мои носочки из серии, я и связала их из того, что было, да. Вообще, на самом деле, у меня остатков, как я говорила, уже много, я сейчас вот принесла те другие остатки, которые у меня есть, это ж вот от разных носков, вот еще остаточки, и это еще не все, вот такие и еще я ничего не выбрасывала, это я сейчас хотя бы примерные беру, вот, допустим, вот эти, вот хоть как-то гармонируют, поэтому я решила, думаю, достану все вот такого, такой вот расцветки, есть же вот еще и зеленая, которую я брала, в общем, я тут сижу, выбираю, а у меня вязались носочки из разной пряжи, здесь у меня и боха, накобоха, и хотела быстро сказать, которая очень дорогая пряжа, вот это вот, не вспомню название, регия, регия, о, вспомнила, мама дорогая, вот это тоже регия, вот это вот, ну, тут такие манюсенькие остаточки, что их просто вот нужно выбирать, пооставались вот совсем чуть-чуть, их нужно просто распутать, вот, кстати, здесь вот что-то есть приближенное к этому цвету, ну, в общем, буду сидеть, как говорится, упражнять голову, это ж, я, как всегда, говорят, жила себе баба спокойно, купила баба порося, так вот это и я, лежали себе эти моточки спокойно, зачем я за ними полезла, я не знаю, решила навести порядок у себя на столе, а в итоге получилось, что закопалася, ну, не знаю, я сейчас, конечно, отвяжу, смотрите, какая красота, это у меня с Unicolor, или Unicolor, или как там, нет, или как называется-то, пряжа-то, наверное, Unicolor, были носочки, пчелка у меня назывались, да, в общем, у меня тут, вот это тоже регия, в общем, вязать еще можно пары-две, наверное, связать из этой пряжи, которая у меня здесь лежит, и тут вот я не посмотрела, можно было для начала вот два одинаковых моточка, это же потому, что разделена пряжа Happy Fit, а не у Unicolor, вспомнила, мозги еще работают, Happy Fit, это вот тоже Happy Fit пряжа, и на начало носочков можно было, вот, чтобы хотя бы верхушка была одинаковая, ну, видите, не посмотрела вчера, посмотрела только сегодня, ну, я думаю, что это не страшно, пусть будет так, так, что еще у меня, у меня готов топотух еще один, вот, пишите в комментариях, что я заразила вас, что вы тоже вяжете такие топотушки, остановиться не можете, мне очень-очень приятно, вот так вот выглядит, опять же, повторюсь, что манекен, тапочка, он гораздо меньше, чем моя ножка, значит, я вчера вам сказала, что еще не знаю, каким буду вязать низ, да, то есть, подошву, ну, решила связать вот таким предыдущие тапочки я вязала с такой пряжи, добавила пион черный сюда, для того, чтобы более прочная была подошва, да, а почему добавила именно такой, потому что вот сочетается с этим, да, здесь даже гораздо больше его этого цвета, поэтому такой рябенький, но симпатичный топотух, я, если честно, с утра еще не вязала, потому что были другие дела, вот, и, в общем, получила такое вчера удовольствие вязать из этой пряжи, и глазу приятно, и вообще она приятно сама по себе на ощупь, ну, и расцветка, сами видите, да, ну, в общем, вот это то, что я вчера связала, сегодня не знаю, что я еще не начинала, сейчас время скажу 11.52, а я, как говорится, у меня еще конь не валялся, но сегодня воскресенье, обычно воскресенье у меня такое расслабленное, я сейчас начну вязать второй носочек, посмотрю, что тут, с чего начать, да, тут, как говорится, главное начать, а потом оно уже может быть само по себе, как по массу пойдет, не знаю, но если не получится, я даже себя насиловать не буду, вот, посмотрим, куда меня дальше день заведет, представляете, у нас очередная смена власти, как свадьбе в Малиновке, все, вчера весь вечер шел дождь, ночью ударил мороз и пошел снег, снежинки, видите, и сегодня вот такая вот погода, опять 25, когда она уже угомонится, я не знаю, это погода, вот так вот, на улице темно, серо, сыро, и завтра будет уже понижение, послезавтра понижение будет ночью до 11, а потом опять плюс будет, итак, дорогие друзья, сейчас будут кадры из серии, чтобы такого сделать плохого, как видите, у меня опять рабочая обстановка на моем столе, я даже не вижу смысла наводить здесь такой, скажем, супер порядок, потому что, ну, у меня это рабочие моменты, которые, скажем так, я могу навести, как говорится, замылить глазки, и через какое-то там время будет у меня то же самое, потому что это находится у меня постоянно в работе, вот, видите, сколько у меня тут лежит извязанных уже моточков пряжи, вот я уже распустила моточек, вернее, как, распустила-то не моточек, распустила одно изделие, а изделие это было я японскую тунику, что ли, я собиралась вязать, в общем, такими большими дырками, и что-то как-то она мне не пошла, она вроде как с капюшоном там, и, в общем, я решила, думаю, ладно, раз она мне не пошла, она уже пролежала какое-то время, думаю, надо, значит, распустить, потому что там было самое начало, и для чего это я делаю, скажу вам немножко попозже, смотрите, сколько у меня осталось от моточка, и вот это вот у меня я его довяжу, и будет плед связан, то есть я плед довязываю, вообще, я до сегодняшнего дня, как я уже говорила вам, вязала по одному моточку в день до недавнего момента, после того, как у нас отключали отопление, до этого было у меня в квартире жарко, а сейчас вообще жара стоит, я прям не знаю, я открываю настиж, ну, короче, отапливаем улицу, на балконе открываю окна, в квартире открываю окна, двери, и только тогда я могу что-то повязать, потому что, конечно же, вот вы представляете, какая сауна у меня, когда я укрываюсь этим пледом при 26 градусах в квартире, вот, так, это то, что я тут немножко навела порядок, так, а что я буду делать еще плохое, это я буду вот распускать сейчас вот это свое изделие, и не только это, вот это распущу тоже, это у меня был образец, такие образцы я не собираю, по той причине, что, ну, я как бы не вижу смысла, вот, куда я употреблю, никуда, это, кроме как распустить и в изделие, значит, что это у меня за пряжа, это пряжа, вот такая пехорка ажурная, так, что у нас тут цвет белый, 280 метров в 50 граммах, в общем, я такую пряжу вяжу крючком полтора, для тех, кто будет впервые смотреть и не видел вот этого моего изделия, расскажу небольшую предысторию, это предполагалось туника, пляжная, здесь микс всевозможных узоров, видите, я тут собирала как могла, сама с головы брала, это очень простые узоры, которые даже придумывать не нужно, они вот сочиняются на ходу и вяжутся, если вы вязали когда-то крючком, ну, я даже вот определенное время не вязала и могу с легкостью повторить сейчас вот все то, что здесь у меня связано, кстати, здесь у меня вязалось крючком 1,25, но сейчас я буду вязать крючком полтора значит она собственно говоря не как туника вязалась вязалась по типу сарафана вот это вот перед да здесь предполагалось вывязать лямочки и чтобы за шеей да эти лямочки завязывались ну и спинка спинка такая укороченная так как это же пляжная туника ну дочь не захотела ее сказала нет мама я не буду в ней ходить естественно я ее вязала не согласовывая с ней а так типа с сюрпризом и в общем я поняла что больше таких сюрпризов делать я не хочу знаете думала взять как-то вот посредине разрезать да и допустим взять придумать там какую-то по типу дорожки или еще что-то потому что ну в принципе вот видите какое широкое полотно оно достаточно широкое и в длину тоже но дело в том что у меня же тут идет на расширение то есть отсюда здесь уже а здесь пошире да потому что здесь талии здесь бедра все это я применяла фигура нестандартная вязалась не по прямой и соответственно это будет как непонятно что в общем я думала думала и мне подписчики которые смотрели говорили ой Ирина жалко такой труд и все остальное я кстати быстро вот это все связала что-то прям совсем быстро ну я понимаю что любой труд это труд но если это лежит без дела уже сколько лет я уже два года здесь живу а это еще на старой квартире не вязалось то естественно нужно эту вещь распустить и так как я собралась вязать салфетки или даже скатерти я решила у меня конечно есть вот такая новая пряжа но я не вижу смысла новую пряжу брать ей конечно удобнее вязать но вот эту пряжу тоже же нужно оприходовать да вы знаете что я без проблем распускаю без проблем вяжу с пряжей использованной да много раз перевязывала свои джемпера другие вещи поэтому для меня это не проблема потому что особенно если ты вяжешь какую-то там скатерть салфетку я в любом случае провязываю определенное количество рядов и отпариваю и естественно все это разравнивается после стирки это вообще выравняется вот так как я вяжу крючками тонкими не толстыми естественно натяжение у меня идет плотненькое поэтому я не думаю что будет какой-то криминал по поводу того что вытянутые столбики и петли но опять же попытка не пытка я попробую посмотрю а дальше будет видно но сегодня я вот хочу сейчас все это дело распустить и в общем можно конечно же все это перемотать пасму постирать но я не буду этого делать я последнее время стала лентяйкой как говорится буду это делать не на продажу для себя у меня у меня есть одна задумка для каких целей я это буду делать поэтому в общем-то вы знаете я задумываю вначале для себя а потом неблагополучно это все у меня отжимается некоторыми штатскими которые заходят ко мне в гости ну ничего я то могу это связать а люди не могут так что вот этим я и займусь у меня даже сеточка видите какая красивенькая аккуратненькая все это потому что крючок я говорила если бы ну как мне дочь говорит мама мне же уже не 17 лет ходить вот это раз во вторых ну у нее небольшой комплекс по поводу своих ног вот у нее фигура если вы видели у нее вверх как у меня у нее вверх 98 сейчас талия 90 а бедра 122 и вот она у нее есть небольшой комплекс по этому поводу поэтому она не хочет не хочет я так наоборот говорю да это ж вообще красота и гордость женщины у каждого свое понимание да и если я допустим вот вообще никак не не обращаю внимания на то что мне там говорят что похудеть надо и все остальное люди то не знают причины моей полноты поэтому они так говорят ну язык для того и существует чтобы он как говорится болтал да пусть говорят вот так что дорогие друзья буду сейчас я не знаю даже какое слово применить крушить свою красоту да ну и на этой ноте я пожалуй закруглюсь на сегодня как всегда в конце видео я желаю всем всего самого наилучшего до новых встреч до новых видео с вами была Ирина субтитры до новых